В целом, если брать, то мы достаточно хорошо смотрелись, особенно касается понимания, как играть против «Зенита» в атаке, моментами достаточно неплохо в обороне смотрелись, хорошее движение было, но, может быть, все-таки не хватало более какого-нибудь старта в действии в концовке, когда мы начали проигрывать, хотя момент у класса на был. То есть, наверное, тяжело какие-то претензии предъявить команде, хотя это поражение на поле сильного соперника, но, по крайней мере, по качеству нашей команды, наверное, надо в дальнейшем матче нам попробовать изменить ситуацию, потому что мы не можем после трех матчей иметь два поражения. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Почему решили сделать ставку на пару Каев-Сорокин, а не на Каев-Сорокин? И с чем связаны замена Сорокина в первую ряду? Что касается пары центральных защитников, то у нас, к сожалению, из-за травмы Спаича мы мало матчей провели в разных сочетаниях, и одна игра у нас только была, когда мы видели Каев-Сорокин, а она нам не очень понравилась, скажем так. Поэтому мы ставили выбор свой на паре Каев-Сорокин, но после первого тайма пришлось вносить коррективы для того, чтобы более агрессивно мы действовали в зоне левого центрального защитника. Хотя, ну, Егор нельзя сказать, что там как-то совсем плохо провел, но мог бы в этих эпизодах, в которых мы первый и третий мяч сыграть лучше. Скажите, пожалуйста, судьи проводили семинары с вашими игроками по правилам? Очень обидно, что гол красавица не засчитали. Да, проводили, но очень часто у нас происходит, что семинар идет на одну тему, а судейство мы увидим другое.